Знаете, обзоры дело и так не самое легкое, но намного труднее делать обзоры на игры, которые тебе действительно нравятся, потому что ты делишься чем-то настоящим, чем-то действительно важным лично для тебя, близким к сердцу, а в диких владениях интернета подобные искренности скорее просто постыдная уязвимость. Это, наверное, как читать свои стихи в компании друзей-шутников. Вот ты уже выпалил десяток гениальных поэм о любви и ненависти, написанных прошлой ночью, и вдруг замечаешь, что тебя уже давно никто и не слушает. Все сидят с кислыми рожами и ждут, когда ты наконец заткнешься, и можно будет снова шутить про члены. И в этот момент в голове раздается тревожный звоночек. Минута чекорта. И тут в голове раздается тревожный звоночек. А вдруг ты не такой уж и талант, а просто унылое говно, а все вокруг втихаля над тобой подсмеиваются. Что если ты написал что-то хорошее совершенно случайно? И теперь на тебя возлагают надежды, и ты, конечно, их не оправдаешь. А что если ты расхвалил какую-то вещь, а кто-то свое время и деньги на это потратит и будет разочарован, а виноват будешь ты? Эй, у тебя 87 подписчиков, ты должен их развлекать и во всем потворствовать. А то они отпишутся и останешься никому не нужной. От этого становится как-то грустно и отпадает последнее желание делать хоть что-нибудь. И вот, преследуемый такими депрессивными мыслями, ты отправляешься в первый попавшийся бар в какой-то подворотне, чтобы утопить свое отчаяние на дне стакана. Безрезультатно пытаешься прочитать, что написано на вывеске, какой-то набор символов. Заходишь вовнутрь и, переступая порог, слышишь доведенное до автоматизма, но все еще дружелюбное приветствие бартендера. Добро пожаловать в Альгалу! Действие игры происходит в недалеком киберпанковском будущем в сердце бескрайнего мегаполиса. В разгаре экономический и политический кризиса, коррумпированное правительство и гигантские корпорации угнетают простой народ. Ну, то есть простой по киберпанковским меркам. Напичканные нано-машинами и агментациями местные жители давно перестали внешне, да и внутренне отличаться от киборгов, которые здесь получили почти равные с людьми права и легко ассимилировались в обществе. Даже киборги смогли наладить свои социальные связи, а я нет. И вот они все там суетятся на холодных и грязных улицах Глич-Сити. Совершенно обезличенные и никому не нужные. А могли бы зайти в теплый и уютный бар со странным названием. Здесь их всегда будет готова выслушать Джилл. Ничем не выдающаяся девушка, которая однажды бросила учебу, чтобы стать бартендером. И вот она здесь. Именно ее роль мы на себя и возьмем. Добро пожаловать в Вальгал. Это приветствие слышит каждый, кто сюда заходит. А народ сюда заглядывает весьма разношерстный. Тут вам и поп-звезда, и грубоватый журналист, насилующий свою и без того оскверненную профессию за деньги, и романтично настроенный наемный убийца, и частный детектив-коммунист, и аристократк с кошачьими ушками. Или вот, позвольте вам представить Дороти. Жизнерадостный киборг-секс-работница, обладающая соответствующим юморком. И несмотря на то, что профессии многих персонажей звучат пафосно громко, сразу скажу, что не стоит судить о персонаже по роду его занятий. Игра избегает стереотипов и всегда старается показать нам каждого персонажа с неожиданной и зачастую почти интимной стороны. Поэтому то, что персонаж наемный убийца, совершенно не значит, что он будет рассказывать байки о своих геройских похождениях, или окажется интереснее простого ветеринара-мизантропа. На деле все персонажи по-своему интересны и уникальны, так что будьте уверены, что в этом пестром коктейле каждый сможет найти себе вайфу по вкусу. Я, например, помимо Дороти, просто обожаю Данну. Ее тут обычно называют боссом, потому что она, собственно, владелец данного заведения и по совместительству вышибала. У нее есть механическая рука, очень богатое и темное прошлое, и несмотря на это крайне жизнерадостный и игривый характер. Босс с механической рукой и темным прошлым. Тут явно есть какая-то отсылка. И я не знаю, как они это делают, но для меня такого чувства защищенности не создавал еще ни один персонаж за всю мою недолгую жизнь. Там снаружи происходит какой-то ад, выстрелы, беспорядки, крики, группы смерти, обсуждение всяких распутных девиц на уровне бабок из пятого подъезда, Трамп-президент. Но ты точно знаешь, что тут, внутри уютного бара, ты в полнейшей безопасности. Вот ты такой сидишь, слушаешь все это, и тут пригляделся, и неожиданно осознаешь. Да у нас тут аниме! Ну все, ребят, хорошо было с вами посидеть, интересно рассказали, а я пошел, держитесь тут. И будешь не прав. Точнее прав, но только наполовину, потому что да, персонажи нарисованы в известном стиле. Но вот по духу игра совершенно западная, и того, что простой обыватель назвал бы вертящимся на языке словом японщина, в игре, к счастью, нет. Даже при беглом осмотре становится очевидным, что при написании сценария создатели вдохновлялись такими вещами, как бегущий по лезвию, Акира, призрак в доспехах и Эрго Прокси. Вдохновлялись, но не копировали. Нет, это я не про себя изулины. Спектр интересов авторов на самом деле простирается намного дальше, чем аниме и киберпанк. Игра изобилует зачастую доходящими до едкой сатиры отсылками к различным социальным явлениям, а также к поп-культуре. Например, в игре есть отсылка к Монти Пайтон. Это обозначает, что разработчики, возможно, знают толк в юморе. И он в игре действительно на очень достойном уровне. Шутки всегда к месту и беспочвенного петросянства почти не наблюдается. Тем более, что история в игре на самом деле весьма грустная. И способствует этому как раз персонажи. Как я уже ранее замечал, персонажи в игре целый взвод и все они тщательнейшим образом прописаны. Темы разговоров при этом варьируются от простых сплетен, трусторий или грязных шуток про секс, до серьезных обсуждений вопросов этики или познавательных эксквусов в альтернативную историю. Подобная смесь отлично способствует раскрытию персонажей со всех сторон, делает их живыми и многогранными, что помогает игроку с головой окунуться во вселенную, в которой все вот эти ребята обитают. Да, история развивается не только тут в уютном баре. Снаружи тоже происходит лютая движуха. Людоедские корпорации душат простой рабочий класс, на улицах города зверствуют белые рыцари, а там местные полицейские такие, уставшие терпеть это люди устраивают протесты и беспорядки. А под весь этот шумок злобные террористы захватили банк с кучей заложников. И как нетрудно догадаться, многие нам знакомые персонажи зачастую становятся активными участниками этих событий. И большинство из них настолько вам полюбится, что вы буквально будете за них беспокоиться и дрожащими руками заливать в себя валерьянку, пока они снова не окажутся в теплой и безопасной вальгале. Теперь можно валерьянку выплюнуть и снова их спаивать. Кстати, так яростно расписывая вам вселенную, я чуть не забыл уделить внимание главному герою, тому, чьими глазами вы будете смотреть на окружающий мир. Итак, бартендер Джилл крайне важный и интересный персонаж. Понятное дело, я не буду спойлерить и рассказывать тут ее историю. Но есть одна важная деталь, которую все-таки стоит упомянуть. Джилл персонаж с четко обозначенной персоналией, что выражается также и через отсутствие выбора строчек диалога. Джилл в этом плане эмансипирована и самостоятельна, поэтому скажет то, что сама посчитает нужным. И это крайне нетипично для игр подобного жанра. Да, все это время я нарочно избегал определения жанра игры, но час настал. В этом нелегком деле мне любезно согласился помочь товарищ с ником WeldCryo, впредь будем называть его товарищ-комментатор, поделившийся своим безусловно ценным мнением на сайте metacritic.com. Помните, дети, иметь свое мнение крайне важно, даже если вы толком ни в чем и не разбираетесь. Так вот, наш дорогой друг ставит игре 0 из 10 и отмечает, что игра в общем-то замечательная, у нее тут музыка хорошая, и история, и визуальная составляющая на высоте, но эта игра не игра, так как в ней нет геймплея, и игрок никаким образом не может повлиять на происходящее на экране. Я вынужден не согласиться с таким утверждением и отправить автору пару десятков воздушных членов сквозь пространство и время. Ну это как воздушные поцелуи, только, короче, воздушные члены. Да. Во-первых, вместо того, чтобы плакаться на metacritics, товарищ-комментатор перед тем, как покупать игру, мог бы сначала посмотреть мой обзор, ну или как минимум зайти в стим или википедию и узреть там заветное словосочетание ВИЗУАЛЬНАЯ НОВЕЛЛА. Что на самом деле не совсем корректное определение, но об этом позже. Во-вторых, он тут совершенно несправедливо сетует на отсутствие выбора. И по такому поводу я решил покопаться в истории обзоров данного товарища, чтобы узнать, что такое настоящий геймплей. И я вам клянусь, я точно знал, что я там найду. На самом деле я ничего против Тейл Тейл не имею и, например, просто обожаю Волк Среди Нас. Но, блин, ну вы знаете, это вариативность и знаменитые дилеммы от Тейл Тейл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 и все начнется сначала. Что в итоге приведет к тому, что вы даже счета за квартиру не сможете оплатить. А у вас ведь есть совесть, вы же не хотите оставить бедную девочку на улице, да? Вот, собственно, и весь геймплей. Да, его немного, но вполне достаточно, чтобы способствовать погружению во вселенную игры и при этом не надоедать и не отвлекать от сюжета. Вообще гармония и аутентичность царит во всех элементах игры. Музыка, графика, цветовая гамма, геймплей и сюжет все прекрасно сочетается между собой в один безупречный монолит. Если бы человечество обнаружило еще один такой где-нибудь там на луне, то определенно сделало эволюционный рывок. Вот такая и игра Вальгала. Она принесла мне море удовольствия, и в связи с этим некоторые суждения могут оказаться крайне субъективными. Поэтому я совершенно не утверждаю, что игра придется по вкусу каждому. Но для многих она сможет скрасить не один холодный и скучный вечер. Единственное ограничение — это владение английским языком. Ну, во-первых, камон, сейчас 2017 год, так что быстрее бегите учить английский. А во-вторых, вы определенно не хотите, чтобы эту игру перевели на русский. Потому что в противном случае с ней может произойти то же, что и с Сандертейл. А на этом, пожалуй, все. Вот. А на этом, пожалуй, все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!